Привет, друзья! У меня, смотрите, какой причесон с утра. У нас сегодня понедельник, дороги пустые, везде всё пусто. Я впервые так быстро доехала до... ну, не до места, а просто до определённой точки. Нереально быстро я доехала за 2 минуты, за 2, представляете? Камера будет трястись, сори, она у меня еле-еле вообще стоит, как-то так. Так, что ли её сделать? В общем, а всё почему? Потому что у нас в стране объявили карантин по коронавирусу, из-за коронавируса. Карантин был сначала с 13-го числа, а теперь у нас с сегодняшнего дня объявляется ЧАЭС, чрезвычайная ситуация. И всё, у людей началась паника. У нас уже сколько? 9 заражённых коронавирусом. Все они вроде как прилетели из дальних стран. Ну, как из дальних, там, из Германии, где вообще сейчас сильно подвержено всё это. Вот. Люди в бешенстве, в панике скупают все полки в магазинах, но у нас продукты не так, как вот, допустим, я смотрела двух блогеров в Испании и в Германии. У них прям нереально пустые полки, вообще всё прям пусто. У нас такого нет, у нас, ну, я вообще не нашла в Алма-Ате ни одну пустую полку. Это было, конечно... А, нет, были пустые полки с крупами или с чем-то там ещё, но не так, как у них. И я знаю, что в Караганде тоже очень много пустых полок. У нас, слава богу, хватает продуктов. Вот. И мне кажется, продуктов, в принципе, хватит. Просто люди сами закупаются на неопределённый какой-то срок, тем самым повышая продажи, тем самым цены будут увеличиваться. Потому что есть такая закономерность, что когда это не в спросе, это не следует поднять всю цену. Когда это нереально в спросе, то производитель думает, ага, сейчас как раз то самое время, когда мы можем увеличить цены. И эти продукты всё равно будут в приоритете. То есть они всё равно будут покупаться. Вот. Мне вообще не нравится, как у меня камера стоит, если честно. Давайте я переключу. Мне кажется, так более-менее. Ну, что меня восстановилось? А, в общем, люди сами себе создают панику. На самом деле, я очень себя зачисался нос. На самом деле, всё это, конечно, ужасно. Страшно. У нас распустили все школы, ушли дети на каникулы. Там студенты перешли на дистанционное обучение. Садики ещё работают, по крайней мере, сегодня точно. Мы везём ребёнка. У нас в садике сегодня будет три. Три человека. Наш в том числе. В нашей группе, точнее. Вот. Не знаю, насколько это затянется. Уйдёт садик на карантин. Ну, окей, мы тоже уйдём на карантин. В принципе, это для нас не проблема. Просто сама вот эта паника меня нереально дико огорчает и бесит. Потому что закрываются кинотеатры. Закрываются ТРЦ там некоторые. Да, но я надеюсь, что вообще это, как сказать, это решение вообще оспорят. Потому что вы представляете, что дети на каникулах будут три недели. Три недели у родителей вот такие вот глаза. Куда деть ребёнка? Что с ним вообще сделать дома? А ещё, если дети в таком периоде, как, допустим, там, не знаю, с 7-8 лет до неопределённого возраста, до 16-ти, они с ума сойдут. Они будут болтаться по улице просто так. Я не знаю, что им будет взбрести, что может им взбрести в голову. Но, вы представляете, ни в кино не сходить, ни на куда-то там в театр не сходить, ни на экскурсию никакой не съездить там со школой. Вообще ничего. А если ещё закроют ТРЦ, так это вообще... Ну, в принципе, ТРЦ для детей в каком плане? Сейчас, допустим, все детские комнаты уже закрыли. Все развлекатели и вот эти Babylone и Happylone тоже закрыты. В принципе, для детей-то они нужны, наверное. Всё это будет закрыто. Дети будут сходить с ума целых 3 недели, почти месяц. Вот. А чрезвычайная институация объявлена, кстати, на месяц, если я не ошибаюсь. Вот. Мы не поддаёмся панике ни в коем случае. Наша семья, это в частности муж, я и мой ребёнок. Вот. Родители у меня тоже без паники вообще. На самом деле здесь это вирусное заболевание и большинство случаев лечится. Смертные случаи, да, они есть, и они есть сейчас в большом количестве, но они, по сравнению с теми, кто выздоровел, конечно, просто нереально низки. Просто соблюдайте гигиену, как обычно. Да, то есть это вообще должно быть всё в обычной жизни. То есть мы в обычной жизни также должны мыть руки, там, не знаю, если заболели, ходить в масках, там, пользоваться антисептиком. Это всё должно быть у нас постоянно, а не в период коронавируса или вот этой пандемии. Вот. Ну, коль уж такая на нас болячка напала, то давайте усилимся здесь. Будем мыть руки чаще. Конечно же, конечно же, избегать нужно душных таких пространств, где очень много людей. Но гулять на улице никто не запрещает. Гулять на улице нужно без масок, потому что... Потому что так лучше, потому что вы бактерию не держите в себе, и бактерия в основном падает на пол. То есть, как говорит наш доктор, да, то, что прогулки вообще никто не отменял. Поэтому я не знаю, правда, будут работать там парки и так далее, но прогулки с ребёнком вообще никто не отменял. Ещё такой момент, что... Как бы это всё связано, конечно, с политикой. Как бы мы этого не хотели. Но такие люди, которые более-менее адекватные, они понимают, что это всё не просто так, что это всё вот так вот сильно раздули. Это связано с политикой в первую очередь. И, как говорит наш доктор, доктор Киреев, кстати, те, кто живут в Алматы, я очень рекомендую двух докторов, который педиатр, терапевт. Один доктор – это наш педиатр любимый, это доктор Седов. Он вообще просто мега гениальный врач, он всегда всё чётко, всё у него по плану, и все его выписанные нам средства, да, и вообще рецепты всякие разные, они всегда все работали, и работали очень хорошо и быстро. И второй доктор, к которому я прислушиваюсь – это доктор Киреев. Это типа наш второй доктор Комаровский. Семейный доктор, в общем, он за доказательную медицину, то есть там вот эта вот аксалинка в нос, ищу что-то, это совсем не пора, не буду никогда это выписывать, советовать и так далее. Вот. Знаете, самый прикол в том, что, когда весной у тебя обостряется аллергия, причём обостряется в тот период, когда карантин, очень стрёмно ходить там по магазину и, не дай бог, чихнуть, потому что это же вообще-то катастрофа. Люди же не знают, что у тебя аллергия. Вот. Так что, ребята, мы им в очень хорошем настроении, не поддаёмся панике, это прекрасно, что дети на каникулах, потому что у нас ребёнок ещё пока в садике, в садике работают, это пустые дороги, вообще-то очень-очень круто. Но самое ужасное, что вот моя работа, получается, что встала. Моя работа просто встала на одном месте. Ну, конечно, никто не отменял там некоторых моментов и процессов, но в основном у меня всегда работа подвязана на каких-то мероприятиях массовых, глобальных, на каких-то промо, там, допустим, да, в тех же самых торговых точках. А ещё, представляете, отменили Алматы-марафон, и это вообще для меня... Я просто... Я нереально сильно расстроилась, когда его отменили. Вот. Это кошмар. Поэтому, ребятки, не поддаёмся панике, будьте благоразумны, не скупайте по 500 миллионов всяких продуктов на полках, потому что вы сами же поддаётесь на то, чтобы на продовольственные товары увеличивалась цена. А ещё, кстати, курс доллара вы видели какой? Ого-го! Как деньги обесцениваются. На самом деле у нас с деньгой вообще ничего не связано, и, как говорит хорошая моя знакомая, конечно, все говорят, что не будут поднимать цены на продовольственные продукты, но сами по сути всегда, то есть это там... Мы выращиваем что-то на нашей территории, да, в Казахстане, и используем ресурсы, там, комбайны, машины, так не знаю, куда технику, а всё это... Прервалось сообщение. Моё к вам. Вот, а всё это, к сожалению или к счастью, используется с нефтью, с бензином, в общем, по-любому цены будут увеличиваться. Самое, конечно, ужасное, что наше государство реагирует очень странно на увеличение цен, оно увеличивает цены, но при этом оставляет зарплаты такими же. То есть я вообще не понимаю, как это возможно. Вот, ребятки, так что такие дела. Мы едем в сад. На дорогах пусто. Всем хорошего настроения. Нас, кстати, в садик не пускают без масок. Так что я вчера купила аж 10, ой, не 10, 5 масок за 150 тенге. У нас в колхозе, кстати, продаются, а в городе уже вообще нигде нет масок. Абсолютно нигде. Пусто на работе, никого нет. Все в одном кабинете сидят. В общем, мы приехали домой. Сегодня вообще такая красота, пробок нет. В общем, из последних новостей все компании почти, ну не все, а большинство, перешли на онлайн-работу, точнее, работу из дома, ну, другими словами, да, типа как домашний карантин. Вот. Мы еще пока на такую систему не перешли. Не знаю, перейдем ли мы на нее. Вот. И поэтому пока еще неизвестно. Садики работают. У нас утром проверили температуру. Правда, это все очень долго. Там ребенку, ну, как бы обычный градусник. Мироша боится нереально таких градусников. Он начинает подать в истерику. Поэтому я решила, что буду возить с собой наш градусник, чтобы и очереди не было. И, в принципе, там чикнули, проверил. Вот. Вот так вот. У меня дома хаос. Еще с дня рождения его. Мне так лень все убирать. На самом деле я помыла... А! Затекла рука. Помыла посуду и все. Больше вообще ничего не хочу делать. Сейчас вам покажу мой вечерний... Точнее, не вечерний уход, а что именно я пользуюсь... Чем именно пользуюсь? По уходу за кожей. Там умывашки. Мне пришло очень много сейхерба. Вообще, мой топчик, как средств, наверное, и вам покажу сейчас, когда буду умываться. Вот. Так что у нас сегодня президент выступал с обращением, что... Ну, в общем, все там одно и то же, что все закрывается. И вообще там будьте убедительны и так далее. Вот. В принципе, ничего нового. Не знаю, до какого времени продлится вообще этот карантин. В Испании людям запретили выходить на улицу. Я надеюсь, что у нас до такого не дойдет. В общем, друзья, пока ребенок купается, покажу вам топчик срез, да, которыми я пользуюсь именно в уходе за лицом. В общем, смываю косметику мицеллярной водой. Сначала. ватным диском, мицеллярной водой. У меня гарнир. В общем, обычная розовая. Да, и розовая, по-моему, для чувствительной кожи. Если не ошибаюсь. Давайте посмотрим. А, нет, для всех типов кожи. В общем, мне нравится, как смывают. В принципе, неплохо. Далее у меня две умывалки. Вот эту я заказывала с iHerb недавно. Очень мне нравится. Очень хорошо очищает. Это для ежедневного очищения. В общем, крутая вещь. Обязательно все попробуйте очищать просто до скрипа. И также есть корейская такая вот тоже умывалка моя старая. Тоже неплохо очищает, но ей я меньше довольна, чем вот этой. Вот. Поэтому я ее убрала на второй план. Так, если, знаете, будет нечем умываться, чтобы она была. Она неплохая, но она мне немного пересушила лицо. Но очищает она хорошо. Так, дальше. После этих всех процедур я умываюсь Бермаклир Доктор Жак. Это тоже нереальный топчик, потому что очищает до скрипа, хватает горошинки. В общем, хватит надолго этого продукта и вычищает всю грязь. То есть, черные точки, какие-то, шелушения, неороговевшие слои, все полностью вычищается. Так что, скриньте и покупайте себе. Так, дальше у меня идут такие вот пэды Страйдекс. В общем, это вообще для проблемной кожи. Здесь, сейчас я попробую их открыть. Здесь такие вот ватные диски, пропитанные лосьоном, раствором. В общем, оставляет такой мятный эффект на коже, как будто зубную пасту помазали на лицо. В общем, прикольные, классные и тоже очень хорошо работают. При этом, недорогие, мне кажется, 90 штук не хватит надолго. В общем, тоже присмотритесь. Так, далее у меня тут, ну, это крем не топчик, конечно, но это крем уходовый, который мне сейчас пользуюсь. Мне мама подарила какой-то болгарский крем. В общем, нормально так увлажняет. Так, из масочек я недавно купила вот такую вот маску. Алоэ Вера, она идет с увлажняющим эффектом. Очень прикольная, мне понравилось. Здесь как раз их две. В общем, если найдете, я не знаю, где ее искать, на самом деле, стоила 860 тенге, но если найдете, попробуйте. Так, из каких-то дешевых вариантов мне нравится этот орган китчен, огуречные кружочки. Чисто увлажняющая маска, особого эффекта нет, но так увлажнить кожу в принципе неплохо. Моя любимейшая маска с вот этой вот хрюшкой пенящейся, тут осталось совсем чуть-чуть. В общем, тоже заказывала с Айхерба. Обязательно, вообще, кто еще не попробовал, попробуйте. Мне кажется, ее уже все попробовали, но если вдруг кто не попробовал, обязательно. Ее наносят на буквально 3-5 минут и она вытягивает всю грязь из кожи. Также такую масочку корейскую я брала ночную. Сейчас покажу, как она называется. Тоже неплохая. Мажетесь, ложитесь спать, утром просыпаетесь, кожа такая, как у младенца, очень крутая, гладкая, бархатная, очень супер. И такие вот скрабики. Они похожи, знаете, как будто соду развели с водой и нанесли на лицо. Тоже очень хорошо очищают. Обязательно попробуйте. Есть полноразмерный продукт, а есть вот такие вот маленькие. Таких маленьких хватает, наверное, на 2-3 раза. Скорее всего, 3 даже раза. Вот. Поэтому обязательно присмотритесь. Вот это мой любимый продукт из корейской косметики, как и дыхтократы. И также я с Херба заказала такую вот маску мятный джулик. В общем, она тут с мятой и лаймом. Тоже создаёт на лице такой, знаете, эффект зубной пасты. Она глиняная для проблемной кожи. В общем, тоже хорошо очищает, немного сушит, но в принципе она оправдывает своих денег. Они в общем сколько стоит, на то и работает. Она была такая дешевенькая и в принципе от него ожидать многого не стоит, поэтому со своими функциями она справляется. Поэтому тоже скриньте, попробуйте. В общем, что ещё из ухода вы не заказываете на Херби, обязательно пишите мне в комментариях. я всё люблю пробовать и тестить. Также кто пробовал от доктора жарда маски, я всё не решаюсь попробовать их альгинатные маски, поэтому тоже пишите, как они действуют и какую лучше попробовать. Поэтому всё, это вот моя такая мини-уходовая косметичка в ванне. Короче, когда у ребёнка появляется лего, наступает вот это вот, понимаете, вот это вот всё, вот это вот, непонятно. В общем, смотрите, у нас всё в лего. Сейчас всё соберу, сложу. Кстати, из подарков на Мирошин день рождения, я вообще не снимала ничего почти в день рождения. В общем, тут смотрите, покажу. Такой вот нам подарили набор. это получается, не знаю, набор плотника, что ли. В общем, куда-то пропал вверх, я не знаю, там по картинке ещё вверх должен быть. Его нигде не могу здесь найти. В общем, он куда-то исчез. И вот тут есть всё, всякие тут инструменты, то всё, но мы пока вообще не понимаем, что куда. Короче, коробку выбросили. Это непонятно немного. Вот. Ну, так понятно, это что за инструменты. Здесь вроде ещё батарейки можно ставить, шуруповёрт и нажимать. На, возьми. Вообще, он любит такие вещи, потому что я ему покупала такой вот набор плотника. очень прикольный. Он звуковой. Тут тоже всякие инструменты. Тут крутить, вертеть. В общем, я покупала это, кстати, в аптеке центральной. Так можно делать. Тут всякие песенки. Вот. Поэтому так вот замечательно. мы подарили Мироши железную дорогу, но вот от неё ничего не осталось. Тут всё так разбросано, поэтому я сейчас всё буду собирать. Бабуля у меня подарила такие вот книжечки и там ещё вещички всякие, Мирошки такие вот классные со сказками. В общем, сейчас приучаемся к книжкам, поэтому актуально нам. Родители подарили такое место рабочее, стульчик со столиком. Давно хотела купить это всё сама, потому что скоро, не скоро, мы любим в общем плейдол, всякие пластили, но для этого нужно место. И также для рисования всяких и так далее. Мне кажется, это идеально для двухнятого ребёнка. Вот тоже, что осталось от нашей дороги. Родители мужа тоже подарили лего, но я пока его не открываю. Смотрите, какое крутое вообще здесь. Очень интересно всякие животные, обезьянки. Мне вообще лего самой очень нравится. Я бы играла в его сома, но мы его пока не открываем. Я боюсь открывать, что вот эти все детальки разбегутся, разъедутся. Хочу купить контейнер большой, складываю туда. Либо один набор лего отвезти к родителям, чтобы он там играл. а вот вот смотрите здесь тоже и вот так тоже можно строить. Либо отвезти к родителям, будет там лего, и дома у нас лего, поэтому вот ребенку так надо развлекаться. Да? Тебе шарики? на. Вот. А еще нам подарили такие вот штучки. Я видела их в этом котовонсте, в общем, не помню у кого. Они музыкальные, короче, здесь нужно так где-то здесь включается вот. И тут про каждого животного. Допустим, это мишка. Белый медведь. Очень прикольно развивает мышление ребенка. Бегет. То есть ребенок запоминает, что тут говорят. Всякие песенки. Вот сюда надо тыкнуть пальчиком. Вот. Нет. Смотри. Пингвин. 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 Да? Питон. А это питон. Ничего себе. Питон. Вот слоник, Где слоник? Покажи. Покажи. Где слоник, слоник? Вот это слоник, да? Слон. А это носорог. Вот. В общем, интересная такая вещичка. Тоже для маленьких детишек нашего возраста. Посмотрите, что он делает с шариками. Нельзя так делать. Так, выключим, чтобы она от его ног не работала. И такая еще одна штука тоже где-то валяется, не могу ее найти. Вторая там с песенками или со сказками. Вот. Поэтому вот этот уголок постепенно становится уже полноценным уголком ребенка. я только что наступила на зайца паршивого. Полноценный уголок ребенка. Где этот верх? Или напишите мне верх, тут не присмотрим. Не знаю. Сейчас хочу здесь убраться, потому что это вообще катастрофа. Смотрите, аж отлетело вот досюда. Представляете? И вот человечки. Очень в лего прикольные человечки. на, смотри, какая ляля. Ляля, да, какая красивая. А вот мальчик. Смотри. На, сынок, мальчик. Ой, на. Да. Вот. Вот эти мягкие игрушки хочу вообще убрать пока что. Они вообще не для нас еще. Вот. Куда-нибудь там в контейнер и пока есть гардеробный дыр. Вот. Так что да. Что, будем все-таки распаковывать? Давай нет. Давай нет. Нет, да, нет, правильно. Все-таки послушный мальчик ты, да? Оставим это пока, да, на выходной. Посмотрите, сколько здесь деталей. Ужас. Столько всего интересного. Вообще, короче, у меня прям такое желание, чтобы коллекция лего у нас пополнялась. Что, открыть хочешь? Да? Открыть? Открыть, да? Ну ладно, давай откроем. после пространства, нюно на Pix home. Продолжение следует... Продолжение следует...